Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 августа. Я вот подошла к томатам, чтобы рассказать, как прищипывать макушку, у каких прищипывать, у каких нет. Я вспомнила, что мне спрашивали, задавали вопрос после видео под названием «Когда снимать зелёные томаты и как их хранить?» Многие спрашивают. Я тогда не показала, просто кусты показывала. Не показала меланжевую спелость, молочную зрелость. Многих интересует, в каком виде именно нужно снимать томаты, чтобы получить по качеству не хуже тех, которые на кустах. Я вам сейчас покажу. Вот тут как раз куст, он как наглядное пособие. Тут есть всякая зрелость. Видите, и вот такая, и вот такая, и вот совсем как пробка зелёная есть. Вот это как лягушата они. Если у вас, напомню, например, холодная ночная температура, если у вас росы холодные, которые могут спровоцировать болезнь фитофтору или другую, или если у вас уже фитофтора, то, конечно, лучше снимать плоды. Но я говорила в предыдущем видео, что какие-то можно снять сразу, а какие-то, если время терпит, если нет, например, заболевания, ещё можно чуть-чуть подержать, то нужно их лучше оставить. Потому что если мы снимаем вот такие вот зелёные-зелёные, как пробка, тугие, как камень они, то предозаривания, конечно, они у вас когда-то поспеют, но предозаривания, они не будут ни сладкими, они не будут ни вкусными. Теряется и аромат, и вкус томата. Лучше всего снимать. Ну вот такие можно однозначно. Вот смотрите, снимаем в первую очередь или спелые, или вот фаза меланжевой зрелости. Видите, оно как полосками. Оно уже цвет проявился. Вот полоска зелёная, полоска жёлтая, полоска зелёная, полоска жёлтая. Вот такие однозначно. Они уже приобрели и вкус, они уже и сахаристые должны быть. Они у вас полежат недельку, дней 10, они будут прекрасные, вызревшие томаты. Вот в фазе молочной, вот это тоже меланжевая зрелость. Видите, они как полосками, уже жёлтый цвет, уже немножко проявляется. Это уже можно его снимать. Можно снимать в фазе молочной зрелости, когда томат из вот такого тёмно-тёмно-зелёного превращается в светлый. Вот он светлеет уже, ну тут уже тоже меланжевая. Ну, их сразу видно, только томат, вот как приобретает другой цвет от зелёного, отличный, его можно сразу снимать. Вот эти все томаты, они у вас полежат, пусть неделю, пусть две недели до полного созревания. Они почти не уступают по качеству и вкусу тем, которые созревают на кусту. Если мы снимаем вот в такой фазе, когда он ещё даже не полностью налившийся, он тугой, он такой каменный, твёрдый, тогда, конечно, эти томаты тоже созреют через какое-то время, может быть, даже через месяц. Это зависит, я уже говорила, от температуры хранения, смотря где вы будете держать их, смотря как перед закладкой будете обрабатывать, будете ли там опускать в горячую воду или в духовку для ускорения. Но вот такие томаты, я не думаю, что нужно ускорять, потому что они зелёные, пусть лучше они своим ходом дойдут. Их тоже можно потом применять, применять и в томатозаготовки для всяких, для жарки, для варки. Но на еду, конечно, лучше снимать вот такие вот в фазе такой зрелости, как мы называем бурые или предбурые, которые вот только-только зелень проходит. Вот эти томаты, они будут очень вкусные, почти такие же вкусные. Вот я как смогла, ответила на вопрос, спрашивают, в какой фазе снимать и показать именно нагрядно. Вот это идеальный вариант, когда вот фаза меланжевой зрелости ближе к спеловому, вот фаза меланжевой зрелости, когда только начинает проявляться, вот и вот, это тоже хорошо. Или когда фаза молочной зрелости, когда вот эта вот зелень уходит, и чуть-чуть томат начинает вот так вот светлеть, проблески у него, это тоже хорошо. Лучше постарайтесь, если время терпит, не снимать вот такие, как лягушата зеленые. Они будут невкусные, пусть они еще повисят. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова.